Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место Священного Писания, книга Пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Возвращение к древнему пути добра» или же «Нахождение древнего пути добра». Потому что для некоторых, кто не слышал и не знал о существовании древнего пути добра, наименование этой проповеди, конечно же, будет означать не «возвращение», а «нахождение пути добра». Потому что нахождение древнего пути добра – это нахождение тесных врат или принятие в свое сердце Царства Небесного, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И определяется Царство Небесное в начальствующем учении Иисуса Христа такими неземными критериями и достоинствами, как праведность, мир и радость во Святом Духе. В одной из своих притч Иисус определил нахождение древнего пути добра в предмете Небесного Царства, как нахождение драгоценной жемчужины, ради приобретения которой человек продает все, что имеет, чтобы купить поле, в котором он обнаружил эту жемчужину. А для тех, кто слышал о начальствующем учении Христа, которое он выражал в учении о Царстве Небесном, возвращение к древнему пути добра означает вспомнить, что мы оставили или откуда мы не спали. Потому что возвращаться к древнему пути добра означает, что мы ранее уже были на этом пути, а потом как-то ушли от него. Откровение 24.5. Первая любовь к Богу – это когда Бог и Его воля являются первостепенными предметами поклонения и поиска по отношению ко всем остальным заповедям Господним. Матфея 22.35.40 говорится, По словам Христа, «Найти древний путь добра в предмете тесных врат удастся немногим. А тем, кто познал путь совершенства и затем оставил его в силу своей гордыни, возвратиться на этот путь уже будет невозможно». Евреям 6.1.6 «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. По той причине, что невозможно однажды просвещенных начальством учения Христа и вкусивших в этом учении дар неба и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». В этих четырех учениях, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, входящих в основание древнего пути добра, представленного в изумительном учении Христа, обладает каждое из этих учений тройственностью, что в сумме составляет 12. И рассматривать эти 12 совершенных учений мы будем в совокупности с 12 драгоценными основаниями стены Нового Иерусалима и с 12 именами, написанными на этих основаниях, в силу чего мы вначале бросим беглый взгляд на ту последовательность, в которой расположены эти основания в стене. Откровение 21, 10, 15 «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену и имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов». На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, или же 12 патриархов. «С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его». И, разумеется, эта золотая трость, которой измеряется этот город, это начатки учений или начальствующее учение Христа. Только ими можно измерить и определить, это город Великий Иерусалим, или же это Вавилон, Великая Блудница, Мать всем мерзостям земным. Расположение 12 ворот Нового Иерусалима и 12 оснований его стены, под которыми подразумевается категория святых, входящих в категорию невесты Агнца, с удивительной точностью воспроизводит структуру Древнего Пути Добра в 12 базовых учениях Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Так, 12 ангелов, поставленные стражами 12 ворот с наименованиями, 12 санвей Иакова – это стражи Древнего Пути Добра, которые, благодаря своей духовной причастности к вере Авраама, имеют причастность к первой прияди 12 страж, о которых мы с вами говорили ранее. При всем этом ни первая прияда страж, ни вторая прияда страж не имеет никакого отношения к закону Моисеева. Итак, с востока трое ворот представляют учение о Суде Вечном в трех восходящих уровнях воли Божьей – благой, угодной и совершенной. С севера трое ворот представляют учение о крещениях в трех взаимосвязанных друг с другом ипостасях – крещение водою, крещение Святым Духом и крещение огнем. С юга трое ворот представляют учение о возложении рук в трех восходящих и взаимосвязанных между собою заветах – завет крови, завет соли и завет покоя, или же завет мира. С запада трое ворот представляют учение о воскресении мертвых в трех восходящих и взаимосвязанных друг с другом рождениях свыше – рождение от воды, рождение от Духа и рождение к престолу. Стена нового Иерусалима из 12 оснований стражами, которой являются 12 апостолов христовых, символизирует совершенство невесты Ангца, облеченной в одеяние 12 начальствующих учений Христа, который пришел во плоти. И такое совершенство, как мы не раз уже отмечали, определяется способностью слышать и обонять в сфере 4 измерения. 12 апостолов – это третья плеяда – страж древнего пути добра, призванная привести к покою только тех, кто готов облечься в славу 12 оснований стены нового Иерусалима. Эта третья плеяда – страж посредством причастности своей веры к вере Авраама, имеет преемственность к первой и второй плеядам страж древнего пути добра, который отражен в тенях и образах закона Моисеева, но не зависит от него. Етвесианам 2, 10, 22 «Итак, вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Без категорий страж, входящих в достоинство числа 12, обуславливающих инфраструктуру и порядок Царства Небесного, усвоение этих 12 базовых истин будет невозможным, а следовательно, без них невозможно будет устроить самого себя в Дом Духовный и Священства Святое, в предмете жертвенника Господня из 12 нетесанных камней, чтобы приносить на нем жертвы, благоугодные Богу Иисусом Христом. 2 Коринфянам 1,19-20. «Ибо Сын Божий Иисус Христос проповеданный у вас с нами, мною и Силуаном и Тимофеем, Павел говорит о себе и о своих помощниках, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем, во Христе да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть, обратите внимание, мы много раз обращали на это утверждение внимание, что ни одно из обетований Божьих не может быть воспринято детьми Божьими самими собою, или теми, которых они сами над собой поставили, или те, которые сами себя поставили, а только теми стражами, которых поставил Бог. Только через них это можно обрести. Иисус же сказал им вторично, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» по отношению стражей, апостолов. Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Однако, чтобы не признать над собою лжеучителей и лжеапостолов, как стражей доброго пути добра или древнего пути добра, нам необходимо обладать способностью испытывать духов, под воздействием которых люди исповедуют как истинное благовестие Христово, так и ложное. В силу этого нам необходимо будет рассмотреть истинное определение и назначение каждого конкретного учения отдельно, не нарушая его взаимосвязи со всеми остальными базовыми учениями. Потому что помазание, которое пребывает внутри каждого человека, пережившего рождение от Бога, может учить нас, кто обольститель, а кто нет, только при наличии имеющейся информации о сути начальствующего учения Христова. Если мы не знаем учения Христова, помазание, которое внутри нас не способно учить нас, кто от Бога, а кто не от Бога, мы не сможем, потому что это измерительная трость. Этим мы должны испытывать Духа в человеке, который пришел и благовествует нам. Если мы не знаем учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, мы не сможем задействовать помазание, которое Бог заложил. Для того, чтобы оно было задействовано, чтобы испытать, кто от Бога, а кто не от Бога, надо знать эту истину. Вот как пишет об этом Иоанн. 1 Иоанна 2, 18-27. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, то есть противник Христа, или же он противник будет в том, что он будет себя выдавать за Христа, и теперь появилось много таких Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Откуда же эти Антихристы взялись? Они вышли от нас, но не были наши. Они здесь, вот, среди нас восстали и вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Это я написал вам об обольщающих вас. Это не значит, что ваше помазание будет учить вас всему. Оно будет вас учить только тому, кто обольститель, а кто не обольститель. А уже тот, кто не обольститель, а истинно посланный, будет учить вас. А вас о помазании будет учить тому, кто обольститель, а кто нет. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сей помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребываете. То есть, кому вы обязаны подчиняться, кого вы обязаны слушать. Вот о чем говорит Иоанн. Духовная пища, которую апостол Павел называл начальствующим учением Христовым, это не духовное молоко. Так как апостол Павел пишет, что всякий питаемый молоком, не сведущий в слове правды, который содержится во владычественном учении Христа. Слово «правда» – это древнее учение об искуплении, истоки которого находятся в потерянном и возвращенном рае, в котором человек получает оправдание даром по благодати Божией, в силу чего становится способным творить правду в утверждении судов Божиих. А следовательно, всякий питаемый молоком на самом деле по-настоящему еще не знает Бога, в силу чего он не только не способен войти в тесные врата, но не способен их и увидеть. И не способен распознавать, где ложь, а где добро, всякий питаемый молоком. Следовательно, даже если у него и есть помазание, он его не может задействовать, он не знает учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Ведь именно питаемый молоком велегласно провозглашают, что необходимо всех любить, а следовательно и со всеми иметь общение. Да вот только получается некоторая неувязка, когда они встречаются с глашатаями истины, которую они не могут постичь в силу своей душевности и почитают эту истину безумием. Вдруг эта идея всех любить перерастает в идею объявить этих глашатаях вне закона. А посему питаемый молоком будет открыт для худых сообществ, пытаясь их реанимировать, в то время как к добрым сообществам он будет относиться с неприязнью и подозрительностью. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, вы их не сможете реанимировать. Отрезвитесь, как должны не грешить, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15, 33, 34. Те, которые говорят, что всех следует любить и со всеми общаться, Павел говорит, что эти люди не знают Бога. Итак, исходя из Писания, чтобы быть выкупленным из плена греха и смерти, и затем войти в покой Божий посредством учения Христова, вытекающего из древнего пути добра, необходимо после своего покаяния облечься в одеяния света в предмете истины, раскрывающих назначение и полномочия владычественного учения Христова. Исходя из последовательности оснований, расположенных в стене Нового Иерусалима, учение о крещениях в формате крещения водой является первым основанием. В самом же святилище учение о крещениях покоится в измерении севера, так как именно на северной стороне святилища располагался золотой стол хлебопредложений с 12 хлебами, которые возвещали смерть Христа. И постав стол вне завесы и светильник против стола на стороне скини к югу. Стол же постав на северной стороне. Исход 26,35. Возвещение смерти Христа в 12 хлебах являлось свидетельством лишения силы, имеющего державу смерти. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, учение о крещениях это учение о лишении силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И начинается такой триумф для человека, когда он посредством веры в то, что Иисус есть Христос, принимает крещение водою. Следует отметить, что человек, который верит в то, что Иисус есть Христос, это человек, рожденный от Бога. А посему принимать крещение водою может только человек, рожденный от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. 1 Иоанна 5, 1. Исходя из Писания и учения о крещениях в 12 хлебах в совокупности с кровью Христа, это две непреложные клятвенные вещи, вносимые за завесу святилища, которыми Бог хотел показать наследникам обетования непреложность своей воли. Благодаря этим двум вещам, содержащимся в учениях и о крещениях, мы призваны иметь твердое утешение, потому что именно эти две вещи в учении о крещении, призванные, являться нашей надеждой, которая для нашей души среди разбушевавшейся стихии смерти есть якорь безопасный и крепкий. Евреям 6, 17, 20. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутренней за завесу, куда предтечуя за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелхи седека. Иисус вошел туда своей кровью и вот этими двенадцати хлебами, которые там лежат. Учение о крещениях и в частности крещение водою это корень, из которого произрастают все последующие учения. А посему именно на это учение сатана сделал особую ставку, потому что в содержании учения о крещениях действующего в измерении севера сокрыто место престола Божия. Оно не на востоке, не на юге, не на западе, оно на севере, в северном измерении. Исайя 14, 30, 15 Оговорил в сердце своем. Взойду на небо выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад в глубины преисподней. Интересно, даже физический север обладает пустотою, там нет звезд. Физический север, это знают все астрономы, обладает пустотою. И тем не менее, из этой пустоты периодически начинается северное сияние, которое приводит в трепет и в сверхъестественный страх людей, которые наблюдают это сверхъестественное природное явление. Они не могут понять, откуда, когда нет света, начинаются переливы всевозможных цветов в этой ночи, в северном сиянии. И как я однажды говорил, когда ученые поставили там аппаратуру, которая могла бы измерить это северное сияние, то оно по своей силе зашкаливает и является сильнее солнечного сияния, хотя на него можно смотреть. Я напомню, я однажды встретился с двумя женщинами, которые работали, научные сотрудники на Северном полюсе и изучали северное сияние. И они, изучая его, однажды сказали, у них была настроена аппаратура, и северное сияние всегда показывало там где-то плюс четыре, плюс шесть, не больше. И в это время говорил приемник, и вдруг, говорит, приемник замолчал, резко стрелка пошла на пятьсот и зашкалила, уперлась внутрь, и приборы стали дрожать. Мы, говорит, испугались и отключили приборы. Мы вышли на улицу, то есть, и в этом северном сиянии они увидели лицо человека. Как они говорят, это было даже написано в газетах, как они говорят, это лицо напоминало человека, как будто бы знакомого им, очень доброе, и он что-то говорил, обращаясь к ним. Но они не могли понять, и вдруг услышали то, что он говорит, по приемнику идет. Они снова заскочили внутрь станцию и услышали последние слова говорившего до скорой встречи. Эта женщина была перепугана. Я не буду рассказывать, они прямо там в купе приняли Христа. Я молился о них двоих, потому что одна из них рассказала мне такую историю. Я ехал как раз в поезде Батуми-Москва в Москву, они из Батуми возвращались в Москву, они там отдыхали. И она говорит, я пережила сильное потрясение сверхъестественное. Она находилась в интуристе. И говорит, моя мать, старший научный сотрудник, она находилась в это время на Северном полюсе. Я находилась здесь. Вдруг я стала ложиться спать, дверь была закрыта в гостинице, где она была в комнате. И вдруг дверь открылась. Я удивилась, как же я ее закрывала, как дверь могла открыться. И я увидела, мать входит. Я соскочила, говорит, с постели, я уже оделась, одела ночную рубашку и кричу, мама, как вы здесь оказались? Значит, вы хотели мне сюрприз сделать? И я решила, что она хотела сюрприз сделать, и тайно скрыла от меня и тоже прилетела. Но она ничего мне не сказала, лицо ее было озабоченным, она резко повернулась и стала уходить. Я побежала за ней, думала, что она поведет меня, что она остановилась в свою комнату. Она действительно зашла в другую комнату, я за ней забежала, но комната была пустая, не было вещей, только посредине был какой-то люк. И она быстро ушла в этот люк. И когда я начала туда, хотела за ней идти, она посмотрела на меня и закричала таким страшным голосом, не ходи за мной, вернись назад. И, говорит, я вздрогнула, потому что из этого люка доносились какие-то голоса, какой-то плач, какой-то крик, какие-то стоны. И я вздрогнула, и я увидела, что я сижу у себя в комнате, на кровати, и дверь закрыта. Но, говорит, это было настолько явно, она говорит, я не могу этого описать, если я кому-то расскажу, скажут, что я сошла с ума. Я действительно видела мать физически, я выходила из моего номера. Что это такое? Я говорю, ваша мать крикнула вам, чтобы вы не ходили за мной. Не ходи за мной, она сказала, не ходи за мной, вернись назад. Ваша мать была коммунистка. Она отрицала Бога. Да, она отрицала Бога, она была коммунистка. И вот теперь перед смертью она вам сообщила, чтобы вы не шли этим путем, чтобы вы возвратились назад. Бог помиловал вас и дал вам возможность услышать о Христе. То есть, именно поэтому вот эта величайшая надежда, о которой мы говорим, на которую сатана сделал ставку на уровне севера. Поэтому, если дьяволу удастся исказить или сместить приоритеты, которыми обладает учение о крещениях в разуме определенных людей, пришедших к Богу, то это будет означать, что в этих конкретных людях он достиг своей цели и вознес свой престол в их разуме. Потому что в нашем духе, в нашем святилище на севере стоит золотой стол хлебопредложений. И если сатана поставить там свой престол, потому что мы примем его за Христа, если мы не будем знать учения, престолом сатаны в разуме человека является печать зверя, которая определяется искаженным восприятием Христа и его учения. Печать зверя выражается в искаженном восприятии Христа и его учения. А посему самое трагическое и непоправимое для таких людей будет состоять в том, что эти люди, воображавшие себя спасенными, вместе с дьяволом будут низвержены в ад в глубины преисподней. Итак, согласно словам апостола Павла, первым измерением в начальствующем учении Христовом является учение о крещениях в трех взаимосвязанных и вытекающих друг из друга ипостасях. Это крещение водою, крещение Святым Духом и крещение огнем. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Матфея 3, 11. Это сказал Иоанн. Здесь мы видим в наличии три степени крещения. Во-первых, все три вида крещения едины в силу того, что определяют отношения с одним Господом и совершаются одной верой. Один Господь, одна вера, одно крещение. Ефесянам 4, 5. Во-вторых, все три вида крещения, хотя и преследуют одну цель – отождествлять нас со смертью Христа, исполняют разные функции. В-третьих, главная функция, которую призвано исполнять крещение водою – это отделение человека от мира, который лежит во зле. В-четвертых, главная функция, которую призвано исполнять крещение Святым Духом, – это отделять нас от суетной жизни. В-пятых, главная функция, которую призвано исполнять крещение огнем – это отделять нашего нового человека от нашего ветхого человека. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы облеклись с Ним в смерть, говорит Павел Римлянам 6.3. Все три вида крещения примеряют нас с Богом и делают нас святыми, непорочными и неповинными пред Богом. Колоссянам 1.21.23 «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, а смерть в крещениях, она только в этом учении присутствует. Во всех остальных будут результаты этой смерти, а здесь присутствует смерть, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, именно в крещениях Бог представляет нас святыми, непорочными и неповинными пред Собою. Если только пребываете твердые и непоколебыми в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которую вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». А в другом месте, Римлянам 5.10, Павел пишет, «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». В седьмых, все три вида крещения являются разными степенями печати праведности, которые являются знамениями принадлежности Богу. Римлянам 4.11-12, «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании, так, что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании». А в книге «Песни-песни» 8.6 говорится, «Положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Речь идет об учении о крещениях в книге «Песни-песни», потому что печать ложится в момент, когда мы принимаем крещение. «Положи меня как печать». Бог хочет, чтобы мы положили его как печать. Все три вида крещения лишают, как мы уже говорили, силы имеющего державу смерти и избавляют крещаемых от страха и рабства второй смерти. Евреям 2.14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В девятых, все три вида крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Римлянам 6.4. «И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». В десятых, все три вида крещения исполняют роль вейной лопаты, чтобы очищать нас, как пшеницу от соломы и представлять нас пред Богом чистым зерном, готовым для помола в муку. «Я крещу вас в воде в покаянии, говорит Иоанн, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, то есть в проявлении огня. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а соломы сожжет огнем неугасимым». Ибо в смерти происходит, в крещении происходит полное отделение человека от греха, от шелухи, от всего то, с чем он не сможет войти в Царство Небесное. В одиннадцатых все три вида крещения призваны служить посвящением самого себя Богу в Назарее. Потому что крещение это посвящение, когда человек себя посвящает, это и есть крещение, он посвящает себя Богу в крещении, до крещения он не посвящал себя, а если хочет посвятить, он должен принять крещение водою. И мы с вами говорили в начале, что в обрезании сокрыто крещение. Если мужчина или женщина решится дать обет Назарейства, то есть посвятить себя, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка. Во все дни обета Назарейства его бритва не должна касаться головы, его свят он. То есть во все дни его Назарейства он должен считаться с делегированной властью Бога. Должен растить волосы на голове своей во все дни, на которые посвятил себя Назарей Господу. Не должен он подходить к мертвому телу, то есть к тем святым, которые были живыми, а потом извратили свои пути и стали утверждать новое иное благовестие. Они умерли, это мертвое тело. Потому что посвящение Богу на голове его во все дни Назарейства своего свят он Господу. Числа 6, 2, 8. В 12-х все три вида крещения соединяют нас с подобием воскресения или же делают нас сынами воскресения. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6, 5. Но теперь в учении крещения обратимся непосредственно к первой степени крещения называемой крещения водою. В 12-ти основаниях стены Нового Иерусалима степень учения крещения водою именуется драгоценным камнем ясписом. Откровение 21-19 говорится основание первое яспис. То есть когда начинается перечислять 12 оснований и начинается перечислять такое, но мы с вами пока говорим о первом основании. А следовательно все образы которые в Писании будут связаны с драгоценным камнем ясписом будут свидетельствовать о прямых назначениях и полномочиях которые содержатся в крещении водою. Драгоценный камень яспис это один из 12 драгоценных камней который встречается на судном на перстнике первосвященника что указывает на его чрезвычайное и судьбоносное значение без которого невозможно было бы входить в присутствие Бога. А следовательно для человека не погрузившегося в смерть Христа посредством крещения водою путь в присутствие Бога будет закрыт. И это не все благодаря 12 камням на судном на перстнике а в частности драгоценному камню яспису у нас есть возможность слышать голос Бога который будет давать нам откровение о самом себе именно в формате крещения водою. Потому что это основание называется ясписом поэтому он будет давать с этого в основании нам полномочия которые содержатся в крещении водою. В крещении водою смерть Господа Иисуса обладает славой ясписа призванного низложить господство над второй смертью. Откровение 4.1.3 После сего я взглянул и вот дверь отверстия на небе и прежний голос который я слышал как бы звук трубы говоривший со мною сказал взойди сюда и покажу тебе чему надлежит быть вскоре после сего и тот час я был в духе и вот престол стоял на небе и на престоле был сидящий и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису но мы будем пока рассматривать яспис и радуга вокруг престолом видом подобное смарагду смарагд это переливание цветов вот что мы говорили о северном сиянии когда идет переливание цветов поэтому из имеющегося откровения мы можем заключить что смерть Господа Иисуса в крещении водою обладает славой ясписа который выражает себя в полномочии престола являющего свою власть в низложении господстве над второй смертью а посему для человека не погрузившегося и не пребывающего в смерти Господа Иисуса посредством крещения водою путь к престолу во Христе Иисусе будет невозможен а следовательно такой человек так и останется вечным пленником второй смерти эфесянам 2 4 7 бог богат и милостью по своей великой любви которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом благодатью вы спасены и воскресил с ним то есть оживотворил мы были в смерти Христа и посадил на небесах во Христе Иисусе дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе в данном случае наше воскресение со Христом это результат нашего пребывания со Христом в его смерти в который мы погрузились при крещении водою во имя Иисуса Христа крещение водою в наследии ясписа призвано присовокупить нас к светилу Вышнего Иерусалима и вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим который не сходил с неба от Бога он имеет славу Божию светило его подобно драгоценнейшему камню как бы камню яспису кристалловидному посмотрите что в крещении водою находится в этом основании поэтому исходя из этого откровения следует что человек неразумеющий полномочий и ответственности связанных с великим таинством крещения водою не может пребывать в таинстве этого крещения хотя и принял это крещение во-вторых такой человек никогда не сможет стать органической причастностью Вышнего Иерусалима в-третьих такой человек никогда не сможет быть светом для мира способным одних делать зрячими а других слепыми Иоанна 9 39 41 и сказал Иисус на суд пришел я в мир сей чтобы невидящие видели а видящие стали слепы услышав это некоторые из фарисеев бывших с ним сказали ему неужели мы слепы Иисус сказал им если бы вы были слепы то не имели бы на себе греха но как вы говорите что видите то грех остается на вас это для тех кто познал путь Господень в 12 учениях они видят но они отошли потому что фарисеи были против Христа они не были с ним он говорит да вы не слепы вы видите поэтому грех то остается на вас если бы вы были слепы то не было бы греха тогда вас можно было бы обратить к древнему пути но вы видите вас невозможно обращать покаянием вы знали что это такое крещение водой в наследие ясписа призвано в очах Бога соделать нас стеною великого города откровение 21 18 стена великого города построена из ясписа а сам город был чистое золото подобен чистому стеклу интересно да вот как писание говорит там будут 12 оснований разные будут камни сама стена это 12 оснований вы же понимаете что основание это фундамент а потом уже идет сама стена но там есть 12 оснований фундамент на которых она стоит это будут драгоценные камни разные первый камень в основании этой стены яспис и сама стена состоит из ясписа в писании построение стены из ясписа кристалловидного это возможность посредством полномочий содержащихся в крещении водой приходить к совершенству присущему совершенству Бога мы же знаем что стена в писании это символ совершенства образ совершенства и это совершенство эта стена призвана быть светом для праведных и неправедных и быть облаком изливающим дождь на праведных и неправедных как мы с вами говорили Иисус сказал ученикам своими так будьте совершенны как совершен Отец ваш небесный и он посылает свет свой на праведных и неправедных и дождь изливает на праведных и неправедных так вот в чем изливает как он изливает Иова 37, 11, 13. «Также влагой он наполняет тучей, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или благоволения, или для помилования». В то время как люди, не знающие учения Христова, они учат всех любить на основании этого места Писания. Видите, Бог всем свет дает и на всех дождь проливает. Но они не знают, что этот свет одних милует, а других наказывает, что этот дождь идет одним в наказание, а другим в благоволение, а другим для помилования. Вот таким мы должны быть светом и таким дождем. Вот что означает стена, вот что означает совершенство, когда люди разумеют и понимают, что нужно быть очень осторожным, тем, чтобы без разбору всех благословлять и всех любить. Потому что Бог не любит всех без разбору. Он любит только своих детей, чтобы вы знали. И Он пришел только ради своих детей. Написано, что Иисус предал себя за церковь свою, омыв ее баню водную посредством слова. Обратили внимание? За церковь свою, которую взял из мира. Поэтому, когда Он пишет, что Бог возлюбил весь мир, но Он возлюбил вот этих людей из всего мира, потому что эти люди были рассеяны во всем мире. Там написано «весь мир», дабы всякий верующий в Него не погиб. Толк от того, что Он любит всех, а не погибнет только всякий верующий. Поэтому это просто такой перевод. Далее, совершенство ясписа в крещении водою призвано сделать нас способными быть оплодотворяемым, благовествуемым семенем Слова Божия о Царстве Небесном, чтобы посредством ясписа, выраженного в свете и дожде, творить и утверждать не свои суды, а совершенные и справедливые суды Бога. Песня-песня 8, 8, 10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее, что нам будет делать с сестрою нашою, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра». Серебро – это спасение. Это символ смерти в пролитой крови Христа. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Войти в Царство Небесное можно только посредством праведности. А кедр – это символ праведности. «Я стена из сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Только вот это и получит спасение, которое достигло полноты, потому что ее яйцеклетка способна быть оплодотворяемой семенем Царства Божия. Когда человек – младенец, вы говорите ему сколько угодно о Царстве Небесном, его яйцеклетка не способна оплодотворяться семенем Царства Божия. Поэтому он и младенец, поэтому он и не понимает, и не разумеет духовных вещей и считает это безумием. Поэтому он и будет бегать за всеми подряд. И поэтому его легко обмануть. Но если младенец будет знать свою мать и своего отца, то его не обманешь. Далее, крещение водою в наследие Ясписа призвано соделать нас причастниками к достоинствам, которые содержатся в имени стража, написанного на первом основании стены Нового Иерусалима. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. А почему, чтобы иметь более полное сведение о крещении водою, которая является первым основанием стены Нового Иерусалима под инимом Яспис, нам необходимо будет рассмотреть имя стража, которое было написано на этом первом основании из Ясписа, из которого, как из корневой системы, произрастают остальные. Потому что страж первого основания нес начальственную ответственность не только за это первое основание, но и за всех тех стражей, имена которых были написаны на последующих основаниях и которые отвечали за последующие основания. И имя этого стража, обреченного достоинством апостола, Симон, Ионин, называемый Кифой, что означает Петр или Камень. Матфея 10, 2. 12 же апостолов имена Суции. Первый Симон, называемый Петром. Первое. Первое основание. Именно этому апостолу Господь поручил пасти своих Агнцев, а вернее, именно его Господь поставил главою апостолов. Он нес ответственность не только за первое основание в крещении водою, но и за всех тех, которые представляли другие основания. Иоанна 21, 15. Когда же не обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин. Интересно, он здесь его называет, мы сделаем на этом. Он редко называл учеников по имени-отчеству. Здесь он берет два имени, имя его отца и его, и говорит Симон Ионин. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси Агнцев моих». И мы знаем, что это повеление «Паси Агнцев моих» было возведено Христом в третью степень, так как было произнесено трижды в присутствии остальных апостолов. Прежнее имя Петра, как мы видим, было Симон. Но после одного события, когда двое из учеников Иоанна Крестителя, одним из которых был Андрей, брат Симона Петра, услышав от Иоанна Крестителя, что Иисус, которого их учитель Иоанн только что крестил на их глазах водою, является Агнцем Божьим, то есть Мессией, они тут же оставили Иоанна Крестителя и немедленно последовали за Иисусом и напросились к Нему в гости. Они говорят, «Учитель, а где ты живешь? Ты не мог бы пригласить нас в гости, мы хотели бы побыть с тобою». Иисус с готовностью принял их в своем доме, оказал им всяческое гостеприимство. После такого близкого знакомства с Иисусом Андрей немедленно находит брата своего Симона и сообщает ему радостную новость, говоря, «Мы нашли Мессию, то есть Христа и приводят его для знакомства к Иисусу». Он говорит, «Я с ним знаком, я был у него в доме, пойдем я тебя с ним познакомлю». Петр идет с ним. Иоанн, то есть Андрей, вводит его в дом Иисуса, который тот построил для себя и жил уже отдельно. Иисус, взглянув на Симона, говорит ему, «Ты, Симон, сын Ионин, у тебя два имени, но ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Иоанн 1, 35-42. То есть в оригинале ты также наречешься еще и Кифа. Это не отменяло первых двух имен. Это прибавило третье имя этому человеку. В древности люди понимали, что имя человека может влиять на его судьбу. А посему относились к именам весьма осторожно и избирательно, так как влажили в эти имена смысл своих устремлений и своих желаний. Имя человека – это достоинство, в котором сокрыт статус человека и его место в предмете его предназначения и его призвания. Учитывая этот фактор в Писании, если человек или ангел оставляют свое место, на которое поставил их Бог, то вместе с местом ангел или человек теряет свое имя. А посему, когда Бог записывает имена людей в книгу жизни, а Он это делает во время крещения водою, то, как правило, Он нарекает им новое имя, в котором сокрыто их призвание или место их освящения, где они могут освящаться. И там, где они могут освящаться, это место называется престолом славы. Иеремий 17, 12, престол славы возвышенный от начала есть место освящения нашего. Исходя из данного определения, человек не может освящаться и устраивать жертвенник Господу там, где Бог не положил память имени своего. А то, что местом освящения является престол славы возвышенный от начала, указывает на начальствующее учение Христова, в котором Бог открывает порядок своего законодательства. А посему люди, которые люди, если они не довольствуются местом, на которое поставил их Бог в теле Христовом посредством своих стражей и самовольно оставляют его, то не оставляют свое призвание и теряют свое имя. Такое беззаконие в очах Бога является тягчайшим преступлением, за которое Бог изглаживает их имена из книги жизни навсегда и дает им другие имена, соответствующие их вероломному отступничеству от его порядка, которые он уже пишет на прахе, а не в книге жизни. Оттуда изглаживает и переносит туда, но только в другом измерении. Там был хирургом синяющий, а здесь безобразная вонючая тварь в виде дракона. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Иеремий 17, 13. В народе израильском люди, чтущие Бога, хорошо знали этот духовный закон, который призван был действовать в имени человека и определять его судьбу. А посему они уделяли именам особенное внимание. В силу этого то назначение, которое Симон получил в своем имени от своего отца Ионы, означает слышание. Симон, слышать, быть столбом в храме Бога, слышать, способным оплодотворяться с именем Царства, в то время как имя Иона означает Голубь, тот, который дал ему имя, отец имя его Голубь. Иисус при встрече с Симоном, как мы прочитали, Иониным не заменил его имя, а распространил и расширил его удел именем Кифа. То есть Петр. Нам известно, что Голубь олицетворял свойства простоты, присущие Святому Духу, а также, что для победы над нечестивыми, когда они задействуют против нас свою волчью природу, необходимо будет противостоять им оружием простоты, а не тем оружием, которым они используют против нас, что указывает на тот фактор, что в истоках учения о крещении водою, из которого, как из корневой системы, происходит развитие Царства Небесного в человеке, будет стоять личность Святого Духа. Иона. Простота. Именно Святой Дух определяет силу и атмосферу Царства Небесного, которое состоит из праведности, мира, радости, пребывающих в божественных недрах Духа. Ведь все это пребывает в Духе. Давайте прочтем еще раз это место, Римлянам 14, 17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это во Святом Духе. Поэтому в основании престола или в основании стены находится имя Симона Ионина, то есть у него два имени, что там есть Дух Святой. Это имеет отношение также к Святому Духу. Свойства и достоинства простоты Святого Духа присутствуют и в характере младенцев, которые любят своих родителей до ревности, и хотя могут огорчаться и реагировать на боль и на жестокость плачем, не способны обижаться или судить своих обидчиков, в силу чего они являются причастниками Царства Небесного, а посему без принятия Святого Духа крещение водою невозможно. Без принятия Святого Духа крещение водою невозможно. Когда мы подойдем к исследованию учения о крещении Святым Духом, то мы приведем основание из Писания, что крещение Святым Духом это всегда принятие Святого Духа, а принятие Святого Духа это не всегда крещение Святым Духом. Насколько нам известно, Елизер, домоправитель Аврамов, который является прототипом Святого Духа, был принят в доме родителей Ревеки и в доме ее брата Лавана, но крещение в предмете оставления своего народа и своего дома совершила только Ревека. Приняли все, а крещение совершила только одна. А следовательно, для принадлежности к категории невесты крещения водою недостаточно. Для этой цели необходимо будет пережить следующую степень смерти, это крещение Святым Духом. Однако, возвращаясь к крещению водою, которое невозможно без принятия Святого Духа, следует, что те люди, которые погрузились в смерть Христа посредством крещения водою, получают возможность взрастить в себе простоту Христову посредством Святого Духа, которого они приняли. Не крещение приняли, а Духа Святого приняли. Римлянам 16,19. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Ведь ученики приняли Святого Духа до крещения Святым Духом, когда Иисус думал и сказал, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Крещение Духом Святым они получили после Его смерти на 50-й день. А до Его смерти они уже имели Святой Дух. Интересно, что слово простота, вот этот термин в Писании означает чистый, невинный, неповрежденный, истинный, правдивый, неподдельный, кроткий, миролюбивый, непорочный, девственный, незлобивый, невиновный, простодушный, полноценный, здоровый, единый, без инородных примесей в золоте и серебре или же без примесей в чистом вине. Вот так употребляется слово простота, вот такой является Святой Дух. Когда мы перейдем к следующему свойству в имени этого стража, написано на первом основании которое он наследовал от имени отца своего Ионы в достоинстве Симона, то мы увидим, что в учении крещения водою содержится не только достоинство простоты, но и достоинство слышать, что Дух говорит церквам, так как он был Симон. Потому что имя Симон, которое благочестивый Иона, отец его дал своему родившемуся сыну, означает слышание. Это глубоко верующие израильтяне. А посему, чтобы слышать своим сердцем благовествуемое слово о Царстве Небесном, необходимо, чтобы наше сердце было простым, что практически невозможно без принятия Святого Духа, который обладает простотой. Именно поэтому, когда Иисус увидел человека со свойствами и достоинствами в сочетании своих имен Иона и Симон, то Он сказал ему, ты, Симон, сын Ионин, будешь называться также и Кифой. Кифа Петр или Петра по-гречески «Живая скала – краеугольный камень жизни». Притом, смотрите, Петра, мы везде читаем, но в оригинале Петр – это женское имя, не мужское. Когда Он сказал, Он не сказал ему, ты, Петр, Он сказал, ты, Петра, ты живая скала, ты краеугольный камень. Дав это имя Симону Ионину, Иисус на самом деле делегировал ему свое имя, потому что Иисус является краеугольным камнем. Он делегировал ему свое имя и таким образом определил помазание Симона Ионина и тех, кто будет находиться под его ответственностью. Ведь Он ушел и теперь краеугольным камнем являются стражи. Он делегировал им и это. Еще раз прочтем это местописание Иоанна 20, 21, 23. Иисус уже сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, Дунуло говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Апостол Павел говорит, что церковь строится на краеугольном камне и на апостолах, которым Бог делегировал вот это имя. Он на самом деле делегировал это имя каждому из нас. Имея причастие к стражам, мы будем в себе иметь этот краеугольный камень, чтобы построить в себе святилище, нам нужен этот краеугольный камень, нам нужно это имя, нам нужно крещение водой, чтобы мы понимали его полномочия. Поэтому в имени Кифа, написанном на первом основании стены Нового Иерусалима, Иисус приоткрыл еще одну завесу над тайной, содержащейся в крещении водою, на которой Он создал церковь Свою и врата ада в лице плоти нечестивых мира и бесов не смогут одолеть этого основания в его церкви. Матфея 16, 18, 19. Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, мы коснулись части этого мощного учения. Следующую часть, вторую часть, если Бог даст нам возможность, то мы рассмотрим воскресенье. Это не все, потому что мы только рассмотрели, что такое яспис, то есть крещение водой, что такое имя на этом основании, а потом будем рассматривать прямые назначения водного крещения. А сейчас склоним наши колена, будем молиться и благодарить Бога за то, что Он сделал нас причастниками к этому величественному основанию, и не только одному, всем основаниям стены Нового Иерусалима и дал нам возможность быть такой стеной. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за то, что Ты вновь и вновь приоткрываешь нам тайну своего учения, тайну своей смерти, в которой изъезжатся Твои основания, из которых произрастают все остальные. Да будет благословен народ Твой в постижении этой тайны. Позволь сегодня наследию Твоему быть оплодотворяемым этим семенем. Позволь им не просто слышать, но позволь им стать симонами. Позволь им услышать своим сердцем Твое слово и оплодотвориться от этого семени. Да возрастет это царство Твое великое и славное в дом духовный и в священство святое. Да будет благословен глагол имени Твоего, да будет благословен Дух Твой Святый, без которого мы не могли бы возрастать, без которого мы не могли бы погружаться в смерть Христа. Благодарим Тебя за Святой Дух, которого мы могли принять прежде, нежели мы заключили с Тобою завет в крещении водою. Благословен Ты и благословена милость Твоя для народа Твоего в Духе Святом. Благословен Дух Твой Святый в народе Твоем. Благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и приставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь.